Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Сегодня я хочу рассказать о том, как перевести деньги с карты Сбербанка на карту любого другого банка, практически любого, без комиссии. Дело в том, что у всех людей, практически у всех в нашей стране, есть карта Сбербанка, и большинство людей получают зарплату на карту Сбербанка. Это ни для кого не секрет. И все владельцы карт Сбербанка прекрасно пользуются Сбербанком онлайн, через интернет. Это очень удобное приложение, там действительно без дураков все хорошо. И если людям надо перевести кому-то деньги своим знакомым, у кого есть карта Сбербанка, то проблем никаких. Значит, люди очень активно пользуются. Но когда вы пытаетесь перевести деньги с карты Сбербанка на карту другого банка, то тут же возникают проблемы. Все это знают. Комиссия. Комиссия там полтора-два процента, минимум там 50 рублей, по-моему. Я не знаю, сколько комиссии, вам виднее. Вот. Я Сбербанком не пользуюсь, но и перевожу, если пользуюсь, то без комиссии. Смотрите, в чем идея. То есть я это делал много раз. Вы сейчас это увидите. На карту, вот скажем, Бинбанка конкретно и на карту Тинькофф Банка я это делал. И на карту Рокетбанка я это делал. То есть опробовано точно совершенно вот на трех банках. Работает. Смотрите, в чем суть заключается. У вас есть карта Сбербанка, у вас есть карта, пусть будет, Бинбанка, другого банка. Мы хотим перевести с карты Сбербанка на карту другого банка. В данном случае Бинбанка. Что мы делаем? Мы, значит, с одной стороны мы вроде бы переводим отсюда, сюда, правильно? И тогда берется комиссия. А давайте посмотрим на это с другой стороны. Когда мы переводим деньги на карту другого банка, то мы фактически пополняем карту другого банка. У меня две карты разные. Поэтому я могу зайти в Сбербанк онлайн и перевести сюда деньги. Берется комиссия. А я могу зайти в онлайн кабинет вот этого банка, другого банка, и пополнить вот эту карту с карты другого банка. То есть я пополняю вот карту Бинбанка с карты Сбербанка, ввожу номер карты, и, значит, там смс мне приходит и так далее. И все без проблем. Ноль рублей, ноль копеек комиссии. Сейчас я вам это покажу. Смотрите. Вот сейчас вы видите, я зашел в Сбербанк онлайн, в свой Сбербанк онлайн, и вы видите, вот здесь вот ноль рублей, ноль копеек. Вы это видите? Ноль рублей, ноль копеек. То есть там нет денег сейчас. Смотрим последние операции. Минус 40 тысяч рублей. Ой, это АТМ. Хорошо, это я снял в банкомате. Следующая операция. Минус 52 тысячи рублей. Карту карт. Перевод денег. Это был перевод на Рокетбанк. Я их перевел. Дальше я получил два платежа по 2 тысячи рублей. Видим, да? По 2 тысячи рублей. И потом еще два платежа, там 250 рублей и 240 рублей. Мне поступили. Дальше я, смотрим, 2, 4, вы видите, 4590 рублей. Я взял таким способом, перевожу 4590 рублей. Если бы Сбербанк брал за это комиссию, то эта операция не смогла бы произойти, потому что тогда бы не хватило денег. Денег хватило. То есть я беру, захожу, ну скажем, в Тиньково. В личный кабинет Тиньково банка. Пишу пополнить карту. С карты Сбербанка. Дальше он переводит меня на... Почему важно, чтобы обе карты были мои? Потому что он переводит меня на мой же Сбербанк и говорит, сейчас Сбербанк говорит, надо подтвердить смской, что это ты. Вот это важно, потому что и личный кабинет мой, того другого банка, и личный кабинет Сбербанка подтверждается смской. Смска у меня на телефон приходит, естественно. Поэтому, значит, со своего счета на свой счет в другом банке я могу перевести. Вот так. А если я хочу перевести со Сбербанка не на свой счет, а на счет другого человека? Тоже есть способ. Вы видели только что, как можно перевести деньги со Сбербанка, скажем, на Бинбанк, на Тиньков, на Рокетбанк и так далее. Так вот, часть банков берут комиссии за банковские переводы или за переводы на карты других банков. А некоторые не берут. Поэтому, в частности, Тиньков, например, банк не берет деньги за переводы по свободным банковским реквизитам. Это делают многие банки. Это делает даже ВТБ при определенных условиях, оказывается. Это делает Альфа-банк. Это делает ПСБ, насколько я понимаю. Это делает Тиньков-банк. Безусловно, просто вот вообще без всяких ограничений. То есть, в ВТБ надо выполнить там условие, что 5 тысяч покупок в месяц по карте. У Тинькова вообще без всяких ограничений. Перевод по свободным банковским реквизитам. Если надо перевести на карту другого банка, то надо ограничения смотреть уже. Возможно, они есть. Вот. Итак. Ну, все очень просто уже. Я все рассказал. То есть, смотрите. Сначала я перевожу, скажем, если я хочу перевести банковским переводом куда-то какую-то сумму, например. Вот. Ну, мне пришлось, скажем, там 200 тысяч рублей на Сбербанк, например. Да? Представляете, да? Вот. Я пополняю карту Тинькова на 200 тысяч рублей и перевожу эти 200 тысяч рублей. Ну, пусть будет 100 тысяч рублей. Скажем, на брокерский счет. Если бы я это делал через Сбербанк, на брокерский счет перевожу деньги банковским переводом, я бы заплатил за 100 тысяч рублей, полторы тысячи рублей комиссии. Я пополняю карту Тинькова на 100 тысяч рублей с карты Сбербанка и перевожу с карты Тинькова по свободным банковским реквизитам на брокерский счет. Комиссия 0 рублей. Экономия полторы тысячи рублей. Аналогично работает Рокетбанк. Абсолютно аналогично. Абсолютно. А Бинбанк не прокатит, потому что... Пока не прокатит. Потому что перевод по свободным банковским реквизитам берется комиссия. Но почему пока? Потому что уже объявлено, что Бинбанк, вы знаете, объединяется с открытием. И с 1 января произойдет полное объединение банка Бинбанк и банка открытия. Поэтому внутри открытия без проблем у меня счет в банке открытия. У открытия брокер. Сейчас пока с Бинбанком это не прокатит. То есть я могу пополнить карту Бинбанка без комиссии с карты Сбербанка. Но дальше перевести уже там комиссии. Смотрите по своему банку. Какие ограничения есть на это дело? Ограничения следующие. Надо смотреть тот банк, карту которого вы пополняете. Скажем, Тиньков Банк. У Тинькова Банка есть ограничение пополнения без комиссии на сумму до 300 тысяч рублей в месяц. Так вот, эта операция входит вот в эти лимиты. То есть до 300 тысяч рублей я могу пополнить Тинькова с карт других банков без комиссии. И если я еще к тому же пополняю наличными, то в общем-то все считается, все четко. Это превышение, больше 300 тысяч рублей, там 2%. За этим надо очень внимательно следить, потому что есть люди, которые уже накалывались на это дело. Этого ограничения нет в Рокетбанке. Но у Рокетбанка есть другое ограничение. 5 бесплатных пополнений в месяц. На любую сумму фактически. То есть там, если мы пользуемся, скажем, вот этой картой и вот этой, то здесь 300 тысяч, и здесь 300 тысяч, это вполне, в общем, так сказать, 600 тысяч можно перевести. У Бинбанка, например, нет ограничений на пополнение в месяц. Я их не обнаружил. Вот, поэтому здесь все будет нормально. Если вам видео понравилось, если вы считаете его полезным, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями. Расскажите им, что вот это вот возможно. Ну, блин, такая вот фигня, но позволит сэкономить вам кучу денег, ребята. Смотрите, полторы тысячи на каждом, на каждых 100 тысячах рублей. Это вообще, так сказать, сказка. С вас лайк. Пока. С вами был Демитков Юрий. С вами был Демитков Юрий.